Инициативу освободить от транспортного налога ветеранов боевых действий выдвинул депутат Андрей Щукин. Он предложил льготу для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил. На сессию законопроект удалось вынести с трудом. Коллеги-депутаты были против увеличения нагрузки на и без того сложный бюджет. 20 миллионов 600 тысяч можно получить в бюджет, если мы примем этот закон. Мы не согласны с этим, потому что это произойдет, если все ветераны боевых действий, а их 20 тысяч 100 человек, имеют транспортное средство, никого автомобиль, до 100 лошадиных сил восходит в год. Транспортный налог для таких машин составляет немногим меньше тысячи рублей в год. И он один из тех, что идут в региональный бюджет. Но ряд депутатов заявили о крайней неэтичности. Негоже оценивать в рублях благодарность защитникам Родины. Несогласным поставили ультиматум. Пригрозили, что имена тех, кто проголосовал против льготы, будут выставлены на всеобщее обозрение. Сейчас кто нажмет, наберитесь смелости, встаньте и скажите. Я никому ничего не должен, я их туда не посылал. Я понимаю, что будет год выборный, это где-то на митингах, но мы этот зал давайте превращать все-таки в место, где принимаются законы и принимаются, чтобы они работали потом, чтобы имели действительно обеспечение. Впрочем, как отметили другие, дело вовсе не в деньгах. Было бы неправильно устанавливать льготу только для отдельной категории ветеранов боевых действий. Ответственный за бюджетную политику в ЗАГСобрании Александр Романенко предложил более тщательно проработать вопрос. И, возможно, расширить категорию жителей края, имеющих право на налоговое послабление. Но, скорее всего, это будет уже не в этом году. Василий Морозов, Александр Морозов. Наши новости.